Развитие туризма является одной из главных задач социально-экономической политики Ярославской области и нашего района. На сегодня, пожалуй, одним из самых удачных в этом направлении является опыт создания туристической инфраструктуры в Вятском. Как в последние годы преобразился облик старинного купеческого села, увидели наши корреспонденты. Пять лет назад в Вятском появился частный инвестор, руководитель группы компании Калайн Олег Жаров. Масштабы изменений, честно говоря, потрясают. В отреставрированных усадьбах XIX века, являющихся памятниками архитектуры и культуры, сегодня разместился большой гостиничный комплекс на 70 мест. В его состав входят конференции, залы, рестораны, несколько музеев, рассказывающих о быте зажиточных селян в период расцвета Вятского. В том числе музей русской предприимчивости или истории одного села, которое хотело стать городом. А расположился он в старинном особняке, некогда принадлежавшем купцу-старообрядцу Ивану Ивановичу Галочкину. Вятское село уникальное, недаром его называют памятником под открытым небом. Его архитектурный облик и быт с завидной долей городских излишеств определила торгово-промышленная деятельность вятских крестьян. Из-за нехватки земли, вятичи, кровельщики, печники и штукатуры уходили на заработки в крупные города и прежде всего в Петербург. Оттуда с берегов не вывезли домой деньги, дорогие безделушки и стремление жить на столичный лад. Это пианоло, оно приобретено, оно сейчас у нас на ремонте. В общем, эти вот духовые трубочки ремонтируются, но как пианино оно работает. Самым знаменитым вятским христианином-отходником был кровельщик Петр Телушкин. Он прославился тем, что в 1830 году в Санкт-Петербурге на шпиле Петропавловского собора отремонтировал поврежденное во время будет 1829 года. И именно к 180-летию его подвига, которое отмечалось в курсе в 1830 года, мы и перелетали книгу Стоцкого повреждения. Вятское было большим торговым селом. В 1905 году здесь было 7 трактиров, 26 торговых лавок в домах и столько же в рядах. Четыре пивные лавки. Регулярно проходили ярмарки. Не случайно в музее представлены весы и самые различные модификации. В Вятском можно было приобрести все, что необходимо крестьянину в быту. Прадедушка нашего холодильника, который называется летний, когда приезжает экскурсия, говорят что-то не так, или сейф, или комод. Вот, видите, вот это вот стоят комнаты, вот он что из себя представляет. Здесь опекался ящичек, вот видите, ящичек сюда закладывался. Село было известно далеко за пределами нашего края и как огуречная столица. Огурцы продавали свежими и солили на продажу по особому рецепту в больших бочках. Среди вятских купцов были и благотворители, содержавшие на свои средства богодельни и учебные заведения. Была в селе и собственная пожарная дружина. Обо всем этом и еще очень о многом рассказывают уникальные экспонаты музея русской предприимчивости в Вятском. Сегодня для туристов и гостей в селе открыты еще три отдельных музейных экспозиции. Постоянно действует несколько экскурсионных программ. А между тем историко-культурный комплекс Вятская продолжает расти и развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok